АЛЕКСЕЙ И так далее, пока как бы все это в разработке было Да, вот я принес Чемпионскую футболку Покажу сейчас Сезон 2008-2009 10 лет назад Десятилетней давности Мы тогда, это был один из самых Наших успешных сезонов Вообще, я помню, в России 2008 год Был такой победный Когда мы обыграли сильнейшую команду Трансгаз, Нижний Новгород Которая была составлена из профессиональных Игроков, которые поиграли по Суперлиге И когда мы их просто Вынесли в одну калитку Сейчас, к сожалению, все они работники Макдонна Вот, и дальше Мы потом, как раз благодаря этому сезону Вот мы как раз команда прям заматерела И мы по России стали играть И там мы тоже удачно выступали Поэтому это вот такая Знаковая футболка Чемпионская, я вам Ее вручаю Спасибо Спасибо большое Ну что, Саша, мы пошли писаться? Да, поехали Поехали В Саров пришла зима Хоккейный клуб Саров провел первую домашнюю встречу А баскетбольный клуб Атом сняли с чемпионата Это соседский Wi-Fi Обсуждаем самые интересные события Прошедшие недели на наш взгляд С вами в студии Александр Самофал И Петр Смирнов Привет, Саша Саша, начать хотел вообще с такой темы Две недели подряд нас зрители доливали звонками Редакцию, значит, куда пропали Канал 16 и Саров 24 Из сетки телеканалов В одном из операторов Это у оператора телефонная компания Сарова А, так это все-таки Просто мне даже бабушка звонила Говорит, я тут, говорит, почему-то не могу Канал 16 Я по телефону, говорит, наверное, просто Что-то ты сбился на это прийти перенастроить Да, на самом деле Был не то чтобы сбой Это у всех Это практически у половины города Будем говорить так Это не коснулось Ростелекома Не коснулось МТСа Где мы присутствуем Также в кабинном телевидении Это коснулось только одного оператора Пропали каналы Сейчас вопрос разрешился Благополучно Вещание восстановлено Поэтому смотрите, как говорится, на здоровье Хорошо, что разобрались Самое главное, да Что подтвердил, что все хорошо Хорошая программа Да, и вот начало зимы такое у нас Первый календарный день зимы Пришла зима Выпал снег И пользуясь случаем У меня еще у дочки день рождения Первый декабря Мы ее поздравляем Так вот Первый день зимы календарный И прямо в первый же декабря Пошел снегопад И, в принципе, начало засыпать Снегом До этого все было вроде бы Так, достаточно сухо, чисто Сейчас насыпало снега Опять травматология вся полная Говорят Аварийность возникла Наш народ, я так понимаю Страны, если наблюдать Они хотят как-то Чтобы это плавно было То есть утром вышли Тихонечко и не пошел Там дальше идут Еще чуть-чуть снежка Там, не знаю, сантиметр подкинули Как будто кто-то подкидывает Люди, когда, понимаете 30 ноября на дворе И они, на следующий день У них почему-то Они неожиданно видят снег Когда внезапно наступила зима Как она наступила Это же 1 декабря Кстати, знаешь Получается, ноябрь Вот из-за того, что вообще Не было снега в ноябре Но при этом были морозы Подарил несколько Я считаю, прекрасных дней Любителям катания на коньках Замерзли все водоемы Ровным, просто гладким льдом И я вот скажу, что Там реально неудачно Высыпало очень много людей На речку, на протяжку Чтобы покататься на коньках На открытой воде Ну, я считаю Это прям прекрасная возможность И я, наверное, впервые Наверное, в жизни Пожалел, что у меня нет коньков Можете представить? Но Вопрос Как справляются теперь Наши коммунальные службы С внезапным наступлением зимы А, ну, это самое Это святое, да? Это вообще ситуация Которая прописывает в договорах Всегда форс-мажорные обстоятельства Тот самый форс-мажор Снег в декабре Снег в декабре Форс-мажор С моей точки зрения В принципе, я вот выехал Весь, всю ночь шел снег С утра мы выехали на работу Вроде как почищено Ну, я тоже как выехал Выглядит как почищено У меня вот прям, чтобы там Пробирались там Через сугробы И месили кашу на дорогу Вроде такого не ощущается Но У нас же есть наши благодарные зрители Которые Также высказывают свое мнение По этому поводу Поэтому, Даша, тебе слово Хорошо ли по очищенной дороге Тротуары сейчас? Ну, если вы сами посмотрите на асфальт То, скорее всего, вы поймете, что нет Но я думаю, какие-то центральные улицы Всегда чистят первыми А остальное уже Как успеет или нет Для нас так Нормально Мы вспоминаем, как раньше Вообще их не чистили А сейчас, по-моему, нормально Автомобильные дороги нормально Почищены А тротуар Как видите Плохо достаточно, я думаю Скользко Когда просыпают Почти, что у меня плохо, конечно Почему? Не знаю, ну вот это Не знаю, что там Не знаю, химикаты какие-то Посыпают Ну, да, снег тает Но грязи больше И как бы, как-то все равно скользко Грязь замерзшая Погазка попрыгивает Хотелось бы, конечно Почистили У нас всегда плохо чистят Вот я тут все время хожу Так получается, что Нормально Ну, большие Конечно, там большие города Но вот тротуары Еще дороги чистятся Вот сейчас, правда, тоже не почищено А тротуары не чистятся Такое впечатление вообще То есть вот Если бы их чистили постоянно То вот сейчас, например, там бы Асфальт должен быть Ну, такой Ну, мокрый, правда Но все-таки А сейчас он на леди Я не знаю Пока вот не убьется кто-нибудь насмерть Так, наверное, так и будет все время Видите, как они почищают Хотели бы, чтобы вы еще подращистили, да? Да, конечно Хотелось бы со щеточкой Прошлись Не очень хорошо Что мешает при прогулках? Ну, как Вот, смотрите Можно снять И все видно Слякоть? Хотелось бы, чтобы было почище Еще не с чем сравнивать Еще и снегу не видели Да, ну, а мы возвращаемся И в продолжение зимней темы 30 ноября состоялся первый домашний матч ХК Саров Хотя, конечно Здесь был у нас главный тренер с тобой Сергей Макеичев Он рассказывал, что такое ХК Саров В нынешнем его состоянии Да, это не клуб ВХЛ Это любительская команда Выступающая в Нижегородском областном первенстве Сейчас там 8 команд Как было и в прошлом году Но теперь Это ХК Саров Так как Святое место пусто не бывает Освободилось Так сказать Место, что называется Да, ХК Саров Переехал в Нижний Теперь это Торпеда Горький Я был на этой игре Играли с чемпионом области Прошлогодним Действующим Да, действующим И я тебе хочу сказать Ребята, молодцы Они сыграли классно Самое главное Что в этом разговоре Они сыграли классно А то Ребята молодцы И В борьбе В рестивалях Они победили Нет, на льду Они победили Они победили Причем я тебе хочу сказать После первого периода Счет был 0-2 Не в нашу пользу А, то есть Это еще и волевая победа Это вот серьезно Это именно та самая Волевая победа Которой вот Чуть-чуть не хватало В прошлом сезоне В прошлом сезоне Наши ребята вышли в четвертьфинал То есть, соответственно В четверг сильнейших Но не прошли В четвертьфинал Да, как раз в четвертьфинале Проиграли вот Таншаева Старту из Таншаева Как раз который стал чемпионом В четвертьфинале Поэтому это было Такое Очень принципиальное Хотя вроде бы Еще пока очки За очки играет Это еще не плей-офф Но тем не менее Но да Но тем не менее Моя супруга сказала Когда наш второй пропустили Значит, все Пошли домой Типа все ясно Но Я говорю Подожди Посидим Посмотрим еще Я думаю, что что-нибудь будет Вот истинный болельщик Который должен до конца Болеть в свою команду И сидеть до последней минуты Потому что спорт Он непредсказуем Непредсказуем Совершенно За 10 секунд Может произойти все, что угодно Это и касается Их про хоккей Это прямо вот сам Потому что Тем более время останавливаться Да Если там В футболе Многие любят питьнуть время Во втором периоде Ребята собрались Резко взвинтили темп Прямо резко Прямо видно было Как они начали бегать Я думаю Сергей нашел Те самые ключевые слова Которые Откликнулись В сердцах Наших хоккеистов И они побежали Побежали Реально Прямо было видно В первом периоде Сонные мухи Во втором периоде Просто злые Жадные Голодные Значит Рвать Метать Забили две Сравняли За второй период В третьем периоде Забили третью Начали удерживать счет Под конец Третьего периода Сняли Таншаевцы Сняли вратаря И Четвертую Нашу забивали Пустые ворота Причем Забивали за пять секунд До финальной сирены Четвертую Четвертую шайбу Забрасывали Вызвал просто Неописуемый восторг Трибун Гол в пустые ворота Причем То есть Я тебе серьезно говорю Народ Болеет хорошо Это очень важно Это Ну Если считать Там в футболе Да Там Двенадцатый игрок Да Там болельщики То здесь получается Здесь какой Шестой полевой Да Ну Седьмой Либо шестой полевой Шестой полевой Да Поэтому я всех приглашаю Приходите Поддерживайте Наших хиттеистов 14 декабря Следующая игра В Ледовом дворце Следите за анонсами На канале 16 Мы обязательно Проанонсируем Этот матч Я считаю Что очень важно Ходить Поддерживать Ребята молодцы Они реально стараются Можно сказать Что они готовы К тому Что действительно Там Показывать себя Показывать результат И возможно Даже бороться За Как говорится За титул Ну и как минимум За призы Это точно В Кемерове Помощь им расслабиться И почувствовать себя Немного счастливее Животным Виар показывает Летнее поле Названный Населенный пункт России С самым смешным названием Это мутный материк Село в городском округе Усинской республики Коми Голосование Организовал сервис путешествий Туту.ру В детском саду Номер 241 В Омске Ёлку прибили к потолку Работники Дошкольного учреждения Пояснили Что в актовом зале Для проведения утренников Установлена обычная ёлка А эту было решено Подвесить таким образом Потому Что в группе Занимаются Еще совсем маленькие дети Интересно Как украшать будут Ну а к нам в студию Присоединился Алексей Ковтун Депутат городской думы Директор баскетбольного Клуба Атом Алексей Мы тебя приветствуем Ну чтобы по традиции Чтобы начать разговор Нужно подключиться К нашему вай-фаю Поэтому доставай свой телефон Александр Какой у нас сегодня пароль Сегодня простой Чтобы понятна тема У нас такая Да Здорово Я даже в какой-то момент Думаю А как же я Сори На суете прибежал Вай-фаю Да Канал 16 Сеть канал 16 И пароль у нас простой Ничего такого не думали Не стали придумать Джордан Алексей Мы тебя пригласили Потому что Ну Сейчас ситуация С Саровским спортом Обсуждаемая Особенно Не то слово А то Особенно со спортом Как это Командным Да С игровыми видами Которые тем более Участвовали Или участвуют В различных Соревновательных И неплохо Участвуют Неплохо участвуют Да Наши спортсмены Любители Как-то вроде О себе заявляют Хотел спросить Первый Самый главный вопрос Все-таки Расскажи про ситуацию Вот с чемпионатами В области Касательно баскетбола Ну На самом деле С прошлого года Произошла Некоторая там Реструктуризация Что ли Я не знаю Как правильно Это высказаться Была зарегистрирована Еще одна Областная федерация Которая в результате Получила Аккредитацию От Министерства спорта И Та федерация В которой Под эгидой Которой проводился Чемпионат Официальный чемпионат Области Раньше Как бы Перешла в другой статус То есть Она естественно Существует И Также проводит Свой чемпионат Пусть он так Назовем его Неофициальный чемпионат Области Чемпионат Нижегородской Любительской Баскетбольной Лиги Новая федерация Естественно Та которая Аккредитовалась Проводит Официальный чемпионат Нижегородской Области Который Как бы И Является Основным По результатам Которого Команда Выигравшая Его будет Представлять Регион На всероссийских Соревнованиях То есть Я правильно понимаю То есть Клуб который Выигрывает Вот эту Аккредитованную Будем говорить Лигу Федерация Лигу Лигу Под которой Проходит Под аккредитованной Федерацией Дальше Едет На Общероссийские Соревнования По какому-то Округу От Нижегородской На ПФО Чемпионат Приволжского Федерального Чемпионат России Приволжского Федерального Я так понимаю Что как раз Снятие команды БКА Произошло Именно с этого Аккредитованного Чемпионата Наоборот Наоборот Шансы на участие В ПФО Все-таки Есть Имеются Игры Как раз Начинаются Все шансы У нас На попадание Дальнейшее Во всероссийские Соревнования У нас остались Плохо Как я уже Говорил То что Мы очень Рассчитывали На топ Чемпионат Потому что Там Другие команды Играют Это практика Игровая И Сами Прекрасно Понимаясь Спортсмену Который Особенно Играет На Таком Хорошем Уровне Очень Важна Игровая Практика Без которой Команды Совершенно Взаимодействия Могут быть Не так Отлажены Игровой Тонус И все Вытекающие Из этого Я знаю Ты как Человек Который В спорте И более того Как депутат Городской думы Очень сильно Разбирался С нормативной Документацией И на уровне Министерства Спорта Областного И то Что у нас Касается Департамента И я поясню Может быть Нашим зрителям Дело в том Что в феврале Приезжала Российской Федерации Проводил проверку И написали Акт проверки О том Что значит Недостаток Что город Финансирует Профессиональные Спортивные клубы Совершенно верно Я читал Выдержку Из этого акта Специально Чтобы мне было Понимание Что случилось Почему И там Примерно Было сказано Так Что оказание Поддержки Профессиональным Клубам Муниципальным Образованием Не является Его полномочиями Все Профессиональным Клубом А так как Все клубы Финансировались Одинаково Из одной Статьи Наверное Там был Баскетбольный клуб Футбольный клуб Хоккейный клуб И Панкратион Всех под одну Гребенку Что называется В данном случае Профессиональный клуб Был только один Потому что Только у него Были трудовые договора С игроками Поясни тогда Что такое Профессиональный клуб В 329 ФЗ Если мне память Не изменяет О физкультуре и спорта Это закон о физкультуре и спорта Российской Федерации Там четкое Разграничение Есть На Что такое Профессиональный спорт И что такое Массовый спорт Профессиональный спорт Это такой Спорт В котором Во-первых Все нацелено На зарабатывание Каких-то там денег Игроки Участвующие В профессиональных клубах Обязательно Имеют Трудовые договора То есть Это люди Которые Это их Работа Они Этой работой Занимаются С утра До вечера Ежедневно И так далее Им за это платят Официально Платят Зарплату А Все остальное Это все Считается Массовым Спортом Массовое соревнование Волонтерство Да Вопрос Получается Заключается в том Может Или не может Город Потому что Я так понимаю Основной сейчас Аргумент Со стороны администрации Это вот Вы ребята Спортсмены Но нам нельзя Нам счетная палата Запретила Да То есть Это не наша Вопрос Все-таки Может город Выставлять Свои сборные команды На Будем прямо говорить Сборные команды Что по хоккейю Что по футболу Что по Потому что клуб Это просто Как бы Некая организация В данном случае Некоммерческая организация Юридическое лицо Которое Через которую Выделяются деньги А сама команда Она является Сборной города Просто Деньги направляются На те или иные На участие в соревнованиях Совершенно верно И на спортивную подготовку Чтобы команде было комфортно Участвовать Чтобы голова у них Не болела Потому что Сами понимаете Что играя Уже на определенном уровне Пусть это Как бы сейчас Будем называть Любительским Спортом Есть ведь Разный Любительский спорт Можно играть На чемпионате города В свое удовольствие Как вот Сейчас звучит Слово такое Хобби Замечательное слово На самом деле Но У него тоже Наверное Если так задуматься Есть какая-то грань Хобби Это когда человек Свободный От работы Время Идет В зал Потренироваться Ну просто Просто потренироваться И поучаствовать Возможно В каких-то там соревнованиях Почему я говорю Что слово хобби Немножко Здесь не подходит Немножко На самом деле Казалось бы Ребята Чтобы играть На этом уровне А тем более Выигрывать Чемпионаты Там надо Пахать на тренировках Пахать на играх Получать травмы А потом Ребята наши Опять же Так же ходят на массажи Так же покупают Себе Там повязки Ну и так далее Там подобные Кто спортсмен Кто знает Что такое Играть На хорошем уровне И поэтому Тут говорить О том Что это просто Какое-то хобби Но это несерьезно Может просто Они слово клуб И не нравятся Может у нас Баскетбольная команда От Если не баскетбольный клуб Мы немножко Отвлеклись Наверное Баскетбольная сборная От МБС Я не знаю Может К этому они привязались Так как Может где-то В положении напишут Что это баскетбольный клуб Все же четко Регламентируется Законами Если уж так Рассуждать Законы определяют Полномочия И так далее И тому подобное 131 фазе Дословно Конечно Я не процитирую Но Которая определяет Полномочия Как раз Смысл такой Что Полномочия Городского Округа Включает В плане Спорта Включает В себя Развитие Детско-юношеского Спорта И Массового Спорта Черным По-белому Написан А так Если вы помните Как я говорил 329 о спорте Трактует Что есть Профессиональный Массовый спорт Поэтому Если мы не Профессионалы Тогда Это мое Мнение Я просто Делаю Логический вывод Тогда мы Относимся К массовому Спорту Там Дальше Прописано Что такое Соревнования Массовые И так далее Логическую Цепочку Можно Выстроить И Опять же Я это все Показывал И со мной Где-то Соглашались И кстати Тоже В законе О спорте Говорит Что Городской Округ Или Муниципалитет Не смысл Примерно Один и то же Вправе Выделять Финансирование И оказывать Все Различную Поддержку Сборным Командам Города Прямо четко Сборным Командам Города Но Вот тут Слово Такое Вправе Оно Немножко Как бы Не Не окончательно Означает Что есть Полномочия Да Но Возвращаемся К массовому Спорту Получается Что Опять же Там Полномочия Наши Есть Опять же Говорится Вправе Сборной Команды Города То есть Есть За что На основании Чего Подвести Все Это И проработать Окончательно Это вопрос Поэтому Вопрос Он открыт Это Мое Мнение Потому что Никакого Заключения На самом деле Нет Администрации Немножко Я так понимаю Трактует Пока По-другому Если До сих пор Еще Решение Неправильно Если Решение Нет Значит Они Трактуют По-другому И уточнить Хотел То есть Решение Окончательно Еще Не принято Нет Все Еще Это Очень печально Потому что Целый год Команда Оказалась Заложником Этой ситуации Да Ведь Как же Получилось Что У Хоккея И у Баскетбола Сезон Он Такой В два Года Укладывается То есть Начинается Утрированной Осенью Заканчивается Весной Ну и все То есть Изначально То есть Деньги были Выделены На 19-й год Заложены После того Как Контрольно-счетная Палата Сделала Такое Измельчание Естественно Это правильно Мы же должны В рамках Закона Действовать Естественно Все это Приостановили Нам сказали Что Вот Такая Ситуация Мы будем Искать Способы Решения Этой Задачи И Правильно Как Вас Субсидировать А что Нам было Делать Вот В связи С этим Простой Вопрос Команда Какой Идет Сезон Середина Сезона Середина Сезона Мы Понятно Больше Половины Игры Уже Сыграны Совершенно Верно Потрачены Деньги Прошлого Года Силы Естественно Да и просто Завязаны Все Все Соревнования Завязаны То есть Это расписание Команды Судьи Ну и так далее Понимаете Если команда Снимается Там Начинается Аннулирование Результатов Статистик Ну то есть Это Понятно Просто Мы не можем Не могли Наверное В первую очередь Себе Такого Позволить Мы с ребятами Собрались Что будем делать Я говорю Ну Соответственно Меня спрашивают А что Нам что-то обещают Слова такие Были сказаны Ну как То есть Команды Или Тогда должны Были быть Сказаны Слова Что Ребята Мы вас Финансировать Не будем Снимайтесь Ну Логика Наверное Такая Да И мы Со спокойным Сердцем Наверное Сказали бы Все Самый Такой Момент Когда говорят Точно Конкретно Что Ребят Извините Нет Все Собрались Такая Ситуация Совершенно А когда идут Вот эти обещания Ну да Они просто Конечно Это все было Не подкреплено Документально И так далее Все это сейчас Можно рассуждать Что там Не было заключено Там Ни соглашения Ничего Крови там Нет Но чисто По-человечески Чисто по-человечески Как бы Все было понятно И Ну что же Будем Так будем Значит К чему Это все привело Мы участвовали В двух Чемпионатах Это был Чемпионат Нижнего Новгорода И чемпионат области То есть Нагрузка Представляете Сняться мы не могли Ни оттуда Ни оттуда Потому что Путевка На МЛБЛ Она Ипотетически была И оттуда И оттуда Надо было Естественно Играть до конца Плюс Игровая практика Мы даже на чемпионате Нижнего Новгорода Там же Порядка 20 с лишним Команд И сами понимаете Количество Выездов И все игры Играются В Нижнем Новгороде Представляете То есть Выходных Сколько там Накладывается То есть Мы дома В выходные Получается Вообще Как бы Это еще один момент По поводу хобби И всего остального Жены Это ведь тоже у нас Не каменные И не железные И дети И так далее Это все Трата своего личного времени Дело даже дошло до того Что мы приняли решение И попросили Федерацию Которая проводилась Чемпионат Нижнего Новгорода Чтобы нам ставили Две игры подряд В один день В один день И так было До конца чемпионата Как-то сэкономим Да Совершенно верно Чтобы не ездить Вот до чего мы даже шли На ресурс физический Там ребята Вот после второй игры Там язык на плечо Просто На самом деле Давайте все игры В один день Вот А другие команды Сколько там Та же И в соцсетях Тоже там писались Прикалывались Там Что это за саров Двужильные какие-то Они когда Прекратят Эти Шуточные Там судьи У них вообще Суточные Двести рублей Они Не такой вообще Вот В результате Двести рублей Три команды Вообще Можно было играть В результате Молодцы ребята Прямо Надо дать должность Все-таки Нашей команде Какие они все-таки Молодцы Что Стали чемпионами Подтвердили звание Второй год подряд А это сложно Кто спортсмен Тот знает То есть По сути За тот До игроков Вот сейчас Говорят Что было выделено Денег так и не увидели Вот Везде сейчас прописано Что 900 тысяч Было выделено Из которых Соответственно Вернуться деньги Не могут С января по май Благо Естественно И мы с ребятами Собрались Как мы поедем На чемпионат Россия 200 рублей Суточные 550 рублей Проживания На чемпионат Россия Это на 7 дней Ну это просто Нереально И вот сейчас Опять же Идут разговоры И читал Там спонсоров Там найти Там и так далее А кто-нибудь пробовал Хоть раз спонсоров Искать Вот хотелось бы Спросить У нас сейчас Сами видите В каком состоянии Да по всей стране Так Со спонсорством Туговато Так или иначе Если Город там Хочет развивать Тот или иной Вид спорта Да в частности Это там Администрация Там Еще там Какие-то структуры Там да Такие серьезные Которые Ну назовем их там Хозяйствующими Субъектами Там в городе Да Они должны Наверное Как-то Принимать участие В этом Вот так Скажем мягко Принимать участие В том Что это не так Как бросил ребенка В воду А дальше Выплывет Не выплывет А все-таки Помогать ему Наверное Я не знаю Начать плавать Наверное Я не знаю Тем более Саров Как бы славен Своими спортивными Традициями Я уже говорю Там Я не говорю Только про баскетбол В завершении Хотел задать Один вопрос И все-таки Понять Из-за чего Все Началось В последнюю неделю Особенно Обсуждение Командных видов Спорта И их ситуации Та декларация Которая была Игроками Или Ребятами Размещена В сети Интернет И спровоцировала Это обсуждение Вот она Не ухудшила Сейчас Ситуацию То есть Не Не порубила Ли те Начинания И вот Те тонкие договоренности Которые Ну как вот шли Переговорный процесс Не испортила ли Эта история Вообще Баскетбол Это такой Джентльменский Вид спорта Считается То есть Не принято Не выражаться Не ругаться И так далее Все же понимают Какие-то лишние высказывания Ребята все-таки Столько лет играют Никогда бы себе Не позволили Так или иначе Просто даже Какой-то Излишней критикой Там заниматься Когда в понедельник На официальном сайте Выкладывается информация Что команду Сняли С чемпионата А команда Очень рассчитывала На этот чемпионат Очень Он на самом деле Как бы Он просто неофициальный А по уровню И по важности Он нисколько не ниже Чем официальный Чемпионат области Потому что Это я уже говорил Практика И все остальное Ребята Не сдержали Где-то свои эмоции Но я их понимаю Я их вот честно Я их понимаю Потому что Это нонсенс Такого никогда не было За все это время Чтобы команду Сарова сняли Откуда-то Немножко проявить Пожалуйста Уважение Терпение Понимание Где-то Если хотите Разобраться Надо маленько Услышать Все стороны Да Конечно А потом уже Делать какие-то Свои выводы В результате Мы же могли сняться Из официального Чемпионата А именно К этому все и шло И команда На самом деле Очень хотела Это сделать Команда Хотела сняться Но мы поговорили Сколько мы лет Уже играем 20 лет И если просто Не можем себе Такого позволить Все меняется В этой жизни Похоронить Совсем Совершенно верно Совершенно верно И в этой сложной ситуации Команда Приняла решение Играть Надо отдать Вот я ему Так похлопаю Молодцы Хлопцы Я вас уважаю Люблю Ну что же Алексей Я тогда Пожелаю вам удачи В этом сезоне Спасибо Будем стараться Я надеюсь Что конечно Мы найдем Все возможности И мы с тобой Как депутаты Городской думы И администрации Придем наконец К какому-то Консенсусу Касательно наших Сборных команд В целом Сборных команд Потому что Вопрос действительно Касается Тут всех Представить То что и на хоккей Люди ходят И на баскетбол И на футбол И болельщики Тоже Любят И смотрят Наших спортсменов И дети учатся На опыте Всех наших спортсменов Я желаю тебе удачи Удачи Твоей команде С зрителями Мы увидимся Через неделю Это был Соседский Wi-Fi До встречи Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»